Привет, Стрэш! Меня зовут Джонни Лейни, это канал Triple Vibe и новое видео о квесте на решение секретов загадочной коробки. 8 января в игре таки появилась долгожданная лаборатория Ниоба, которая ведет к последней кузнице, Бергузии. Команда, которая решила загадку первой, открыла бы новую кузницу для всех игроков, однако пазл на ее открытие оказался чутка замороченнее, чем хотелось бы. Игроки сидели над решением больше суток, стримили без остановки, это стало в сообществе настоящим мемом, а разработчики открыли кузницу вручную 10 января. Чего вы открыть-то сами не можете? К этой самой лаборатории мы вернемся в отдельном видео чуть позже, загадка-то все еще не решена. А сегодня говорим о том, как пройти квест на открытие той самой загадочной коробки, что пылится у нас с открытия первой кузни. Начнем с самого начала. Где взять коробку? В пещере около первой кузни. Спрыгивайте на небольшой уступ и вуаля! Теперь смотрим. Для коробки требуется найти 4 ключа. Как не сложно догадаться, добывать их нужно в кузницах. По одному ключу на каждую. Сделать это не сложно даже соло. Достаточно пройти первую волну на кузне, а затем в начале второй волны найти специальных маленьких дронов. На каждой кузне их два и появляются они на короткий промежуток времени. На секунд 10, если не ошибаюсь. Итак, показываю расположение дронов на трех первых кузнях. Смотри внимательно. Продолжение следует... Если вы все сделаете правильно, то после убийства обоих дронов в левом углу появится надпись, информирующая о максимальной температуре. Проходите кузню дальше, убивайте босса и лутайте специальный сундук, который появляется рядом с механизмом кузни. Из этого сундука вы и получите нужный ключ. После этого вставляйте 3 полученных ключа в коробку и отправляйтесь к Аде 1. Теперь у нее получаем квест «Чертежи ключа черного арсенала». Это как раз недостающий четвертый ключ. Приступаем к фарму материалов для его изготовления. Для этого сначала отправляемся на рейд Левиафан. Тише. Без паники. Рейд проходить никто не просит. Тебе нужно пройти в канализацию и ломать турели. Чтобы попасть в нужную локацию, нужно подергать за рычаги. Спускаемся к ним и быстро опускаем их в нужной последовательности при расчете слева направо. Первый, пятый, третий, второй, четвертый, шестой. Делать нужно это быстро и тогда в левом углу появится уведомление, что дверь открыта. Проходим внутрь, как показано на видео. Ломайте турели, собирайте выпадающие ресурсы, потом выходите из комнаты, ждите закрытия дверей и снова заходите внутрь. Тупо фарм. После этого отправляемся фармить аметистовый блеск. Получить его можно из наградных сундуков за прохождение публичных мероприятий или налетов. За мероприятие дают 10 ресурсов, за налет 20. Самый быстрый налет при прохождении втроем – Озеро Теней на ЕМЗ. Мы фармили его. Один забег 4,5 минуты. 10 таких налетов и этап выполнен. Фармить эти ресурсы на открытых мероприятиях – так себе идея. Слишком долго их нужно и ждать, и закрывать. Да еще целых 20 штук. Но если у тебя нет команды, которая знает, как быстро пробегать страйк Озеро Теней, то придется эти самые паблики все же и делать. После этого мы будем готовы создавать ключ. Отправляемся в многострадальную кузницу Бергузи. И тут тоже в начале второй волны ищем маленьких дронов. Один будет слева, другой справа. Как на видео. Допроходим кузню и открываем наградной сундук. Вставляем полученный ключ в коробку. И... нет. Внутри нет пушки. Внутри вот такой дешифратор. И с ним мы летим к Аде. Дальше вам нужно получить Апсидиановый кристалл. Где и как? За редкое поручение Арсенала. Это вот такое черное баунти. Где его взять? Оно падает рандомно за выполнение обычных контрактов от Ады. Мне выпало такое неделю назад. Я его выполнил и не сдавал. Знал, что пригодится. Так что тут все вышло быстро. Если же у вас его нет, остается надеяться на удачу. Контракт этот бывает разный. У меня их было два на разных персонажах. Один требовал просто убивать врагов при полном наборе оружия с кузнец. А другой контракт был очень геморройный. Там и налеты закрывать. И паблики, и пвп. Короче, надеюсь тебе повезет и выпадет нормальный контракт. После того, как сдашь баунтоз, активируй полученный предмет, обновляй другой квестовый предмет и набирай команду для забега в данж Расколотый Трон. Напомню, что он доступен в Городе Грез только на третьей неделе проклятия. То есть, с ближайшим ресетом во вторник он пропадет и нужно будет ждать три недели. Проходим Трон, получаем экзотический ресурс и смотрим на следующее задание. Пройти налет Пирамидион. А точнее, его специальную версию, которая появится у вас на карте. 640 уровень силы. Огненный модификатор. Нельзя умирать всей командой, иначе на орбиту и все сначала. Так что тоже будь внимателен. Ну а после отправляемся на ЕМЗ. Проходим появившуюся на карте миссию. Точнее, это не миссия, это просто избиение падшего. Убиваем Сивикса, получаем оружие... Нет, не оружие. Последний фрагмент квеста. И возвращаемся к Аде за наградой. Снайперской винтовкой Бремя Идзанаги. Это та самая винтовка, которая красовалась на всех промо-материалах Черного Арсенала. Как она в деле? Я пока не особо пробовал. Но выглядит просто охренительно стильно на мой вкус. Очень жаль, что такого красивого оружия в игре пока мало. Так или иначе, я поиграю с ней, ПВЕ, ПВП, и потом на канале поделюсь своими впечатлениями. А на этом пока все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк под видео. Не забудь подписаться на канал. Я таки вышел с праздников и готов работать над новыми роликами. Будь на связи!